Семейного типа это дом, который создан для того, чтобы здесь жили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Государство строит дом и, ну так сказать, нанимает семью. Мама, папа, то есть те люди, которые детям заменят родителей. И вот мы такая семья с моим мужем. Первые полгода я, конечно, не был в восторге от того занятия, куда она меня привела. Это очень поменяло меня, в первую очередь. Я, наверное, на процентов 50, моя жизнь поменялась. Я начал ценить то, что, например, не осознавал, что она находится рядом, что я могу что-то сделать, чтобы поменять. В нашем квартале Новоснецова в городе Бресте находится на воспитании 35 детей приемных и 10 наших биологических детей. И расположено 5 домов. Одна из самых главных задач нашего детского квартала Новоснецова – это объединить наши все интересы. Юля всегда знает, как решить четко, правильно. А также она является прекрасной женщиной, прекрасной хозяйкой, улыбчивой, отзывчивой, всегда готовой помочь. Мы рады, что у нас есть такие соседи. Когда я профессию выбрала учитель, я понимала, что я действительно буду всю жизнь работать с детьми. Но именно с появлением своего ребенка, когда я стала мама, сама мама, ощутила эту любовь, безумную любовь, безусловную к своему сыну, я поняла, что вот это, наверное, самое истинное счастье – быть родителем тем, кто ведет по жизни. Это и работа, с одной стороны, но и большая-большая любовь. Но в тот момент, когда узнала, что были построены детские дома семейного типа, первый детский дом семейного типа в городе Бресте, мне как-то стали приходить такие мысли, а почему бы и нет, почему бы себя немножко не попробовать в другом. Вообще, если вот так вспомнить беседы наши с бабушками, с дедушками, и тема сиротства тоже, она подспудно звучала. Моя бабушка всю войну прошла сиротой, она потеряла всех своих близких, и вот счастье было, что ее подобрали чужие люди. Поэтому вот такая тема сиротства, она у нас обсуждалась в семье. В принципе, наш ребенок только в лет 11 спросил, а что, я живу в доме семейного типа, и это не мои братья и сестры. То есть вот в первый период времени, когда он сюда еще маленький пришел, он всех оценивал так, как это его родные братья и сестры. И сейчас, когда он где-то общается с кем-то, вот знакомится, он своим друзьям так и представляет наших детей. Он говорит, это мой брат Богдан, это мой брат Антон. То есть вот у нас есть такое общее семейное единство, и я этим очень дорожу. Когда дети приходят, они в первую очередь дети. Самое главное – с ними сдружиться, поставить на тот же уровень или, ну, полюбить в первую очередь. Любовь – это, она открывает все границы. Кто как по-разному называют, кто папа, кто дядя Дима. Мои выпускники приходят, они у меня подмышками пробегали, а сейчас я у них подмышками. И всегда выше меня там в два раза я уже по плечи ему, они – дядя Дима, можно вас обнять? Это лучше всяких денег или каких-то там сладостей, ну, что-то житейского. Это, понимаете, наворачиваются, слезы бывают. Спрашиваешь о ихних делах, о ихних поступках, о ихних достижениях. Уже участвуешь не просто как, ну, просто как, не знаю, как член семьи, а как уже духовно с ними находишься вместе. Здесь я прожил четыре года, это уже пятый даже идет. Я делаю модели, ну, 3D-дизайнер, и так, слегка музыкой, ну, там, на компьютере. Вообще, я рад, что сюда попал. Ну, если бы я сюда не попал, мне кажется, было бы хуже. Самая главная задача – это создать для детей семью. То есть вот самое главное – это заложить семейные ценности. А семейные ценности – это общечеловеческие. Показать пример семейственности, детско-родительских отношений, отношений между мужем и женой. То, как эти отношения правильно выстраиваются. Ведь наши дети – это все дети психотравмированные, которые прошли очень тяжелый путь. Многие из них не видели детства такого настоящего, счастливого. Поэтому для нас очень важно, чтобы они, придя в наш дом, не хотели из него выходить. То есть чтобы им хотелось здесь оставаться, приходить к нам в гости, сохранять с нами отношения теплые, дружеские, отношения как между детьми и родителями. И мы к этому очень стремимся. Поначалу, как прошел, было такое, ну, страшно. Ну, потом привык и стали как родным. Дядь Дима стал как отцом родным. Вот прям, да. Потом Юлия Васильевна заменила мать. И, ну, научились сплочать коллектив, как семья. Семья – это очень много для меня значит. Они могут в любую минуту поддержать, в трудные моменты. Помочь, допустим, если у меня что-то там не получается, подбодрить, развеселить, если будет грустно. Люди, которые живут тихо, спокойно, биологической семьей, спокойненько. С одним, с двумя детьми они перестали нас понимать. Мы работаем тут уже с супругом 5 лет. Вот мои подруги на протяжении всей жизни, с которыми мы поддерживали отношения, некоторые уже не понимают, как здесь мы сталкиваемся с такими проблемами, там, с такими. То есть мы должны решать проблемы, связанные с детьми от мала до велика. Поэтому, когда есть такой друг и товарищ, который называется Петровская Юлия Васильевна, является по совместительству тоже родителем, воспитателем и нашей соседкой. Например, в первые годы работы здесь это было для нас огромное подспорье. Юля всегда знает, как решить четко, правильно, как направить, как индивидуально работать с каждым ребенком. А также она является прекрасной женщиной, прекрасной хозяйкой, улыбчивой, отзывчивой, всегда готовой помочь. Мы рады, что у нас есть такие соседи, к которым мы всегда можем обратиться. Мы с Юлией Васильевной уже давно знакомы, мы вместе учились, поэтому я ее знаю весь ее путь. Мне нравится то, что она взаимодействует и с их семьями, которые потеряли вообще всякий, как говорится, жизненный смысл. И зачастую она и семьям оказывает психологическую помощь, выводит их на какое-то нормальное состояние, чтобы они могли с детьми нормально взаимодействовать. Потому что этим детям, конечно, какие бы ни были родители, они очень им важны. Хотелось бы, чтобы дети несли добро в мир, сами учились помогать, чтобы они несли благо. И вот мы немножко учим быть их волонтерами. Мы понимаем, конечно, что они сами оказались в трудной жизненной ситуации, но для чего мы приходим в этот центр? У нас есть такая небольшая подшефтная группа, мы уже несколько лет ее посещаем, и они понимают, что есть те, кому действительно трудно, гораздо тяжелее, чем им самим. Я понимаю, что это может быть не столько надо тем детям, к кому мы приходим, сколько нашим детям для того, чтобы уметь отдавать, уметь отдавать добро, уметь помогать, быть просто с большой буквой человеком. Если бы я могла обратиться к себе в более юном возрасте, наверное, я бы сказала, что ты на верном пути. Продолжай этот путь, и у тебя все будет хорошо. Ты будешь счастлива, и все окружающие, кто рядом с тобой, будут тоже, я надеюсь, счастливы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова